доброе утро я решила сегодня протестировать установить камеру на стол где у меня машинка швейная стоит одна из моих швейных машинок и попробовать все таки нужно я обещала какие-то процессы свои показывать как я именно делаю они готовые уже моменты ну и вот я пытаюсь как раз устроить для себя удобно потому как здесь у меня тесновато зато здесь очень хорошо свет мне падает и удобно мне ходить я не люблю когда посреди комнаты что-то стоит поэтому у меня состоит по периметру мне приходится вояжировать и в общем то проблема с тем чтобы показывать мои руки как будто бы нет большая проблема показывать когда я хочу потриндеть глядя в глаза почему-то он не держит этот стоячок слабенький так это телефончик не очень большой если бы такой побольше так он даже его прихватить не может когда я буду получать доход с канала тогда я купила что куплю это куплю штатив хороший который смогу ставить позади себя впереди себя или недовольные могут меня продатировать если у них получится сюда нам в донецк подарите мне стойку ну ладно это все отступление сейчас я настрою я хочу показать сегодня да что же я болтаю ничего не показываем мы делаем наволочки на подушке значит что я уже приготовила очередную пиццу но показывать как я ее делаю думаю смысла нет потому что я уже показывала как я делаю свои пиццы только обратите внимание это пицца покрупнее и это кусочки выкладывала все таки не навалом видите здесь и кружева это я в секунде купила такую блузочку красивую новую ну детскую сарафанчик или что-то такое маечка какая-то и она вот такими маленькими кусочками кружева они так с заворотами сделаны были пришиты и сострочены но я их разрезала они такие красивые все положила под органзу все так разложила расправила это вот цветочки очень старые старые мне одна женщина подарила целую кучу таких цветочков и ленточками и кусочками и вот сейчас я все это буду стягать и я разложила эти кусочки я сделала покрупнее порезала мне приходится резать я не собираю мелкие страшненькие красивенькие забираю не так как бы много остается и но то что мне не нужно но красиво вот я могу использовать в пиццу сейчас я ее буду простегивать настрою на строчку и будете вместе со мной стягать и смотреть тут ничего такого особого нет но покажу я обещала покажу а когда я буду делать уже более свои те художественные я тоже наверное постараюсь более подробно показать как я это делаю вибрацию с подруг времени я решила посидеть пошить и потом буду убегать надеюсь все хорошо видно у нас сейчас нет возможности монтировать к сожалению той которая была временно это конечно но есть такой момент смотрите я сворачиваю я не скалываю очень плотная вот эта основа у меня я не скалываю обычно я не скалываю они такие уж большие эти куски просто придерживаю я в нескольких местах перехожу чтобы не отрывая ниточку и закрепляю сначала так как я не хочу делать стежку просто стежку клеточкой я хочу более художественно все это сделать так что у нас простите у меня очень капризная машинка она просит чтобы подтвердила я каждое свое действие каждый выбранный свой шаг я не поняла простите я не опустила лапку она очень чувствительная ко всему у меня вот видите я сначала стыке соединения простёгиваю видно надеюсь я потом может быть поближе как-то еще покажу сейчас я попробую поближе наверное камера будет шататься прошу прощения у критиков мои подписчики меня простят а критики ну что ж на то они и критики я прохожу по каждому стыку как-то так художественно волной могу зигзагом а какие то вот когда будут встречаться цветочки на моем пути я буду из них делать более оформленный цветочек в готовом виде я все это тоже потом покажу но сейчас иголочка на иголочки лучше не рисковать я не рискую проскакивать иголочку я боюсь сломать машинку я столько иголок ломаю я столько раз вызывала так на этом цветке я становлюсь потом когда уже все будет простёгана я буду останавливаться более как бы это сказать качественно или более внимательно каждому цветку сейчас моя цель ну как будто бы такую сметку сделать где-то волну где-то зигзаг где-то ровную строчку постараться не отрываясь обойти все каждый кусочек более-менее скрепить потом я вытащу уже в процессе того как я скрепляю я вытащу все иголочки и тогда я уже спокойно но ничего не будет сдвигаться смогу более добавить какие-то лепесточки так как я не люблю всякие правила и учиться я не люблю а делать мне хочется и хочется делать красиво и хочется чтобы всем нравилось и вот понимаете из-за этого мне приходится где-то краем глаза подучиться и потом уж самой до всего доходить нужно доходить по-своему ну может быть поэтому мне немного отличаются мои работы поэтому я не призываю делать так как я ни в коем случае может быть я что-то делаю неправильно ну как вот я я делаю как хочу я и живу как хочу и делаю как хочу и если это никому не мешает и кое-кого еще и радует как говорится чей-то глаз ну извините вот я делаю так как я делаю поэтому так цветочек я обошла надеюсь это было видно я потом поближе покажу там моя цель обойти все по периметру и я делаю достаточно на быстрой строчке я не знаю почему мне там советовали декоративные мелкие но это на декоративных ну я не так хочется быстренько мне так хочется побыстрее поэтому вот я по пути сразу вытаскиваю булочки если вы сделаете кусочки для своей пиццы более крупные поверьте вы не прогадаете или хотя бы складываете свои мелкие кусочки между крупными и я еще но я всегда показываю в этот раз я не не помню показывала или нет напомню я скрепляю клеем еще особо к основе я подмазываю клеем карандашик который канцелярский я им подмазываю он мне очень в помощь и потом особо крупные такие кусочки я один к одному и утюжком и она тогда лучше держится но это же как бы и мне же легче вот смотрите здесь косячком листик видите идет кусочек я его так и оформлю лепесточком единственное что здесь красивый кусочек ткани мне не хочется его закрывать ни грамма поэтому ему сейчас пока есть возможность сдвину пока есть возможность и стежку я пришла к выводу что лучше всего шелком ой такой шелк этот удачный который я купила который я говорила рассказывала показывала он оказывается вискозный шелк и он такой вы знаете прочненький в этих наборах но конечно с одной стороны набор получается с одной стороны как бы дешево потому как я беру его на оптовом рынке но в чем маленький минус по цене я доберу 10 цветов и пока что я использую только вторую катушку золота в этих своих пиццах и один раз я использовала почти всю конечно я использовала такая темно-серая это я использовала на стоим сдвинулся немножко да еще буду отступать извините вам придется по частям собирать всю информацию из всего видео лучше делать с запасом ваш кусок во все стороны с запасом потому что может и сдвинуться и основа может съехать и может пицца ваша съехать вот где-то я разрезала какой-то кусок уже нечаянно наверное когда ровняла и все что угодно может съехать поэтому лучше такой запас знаете хороший сделать и тогда вы сможете спокойно ровнять застряла и не хочет никуда идти и вы спокойно сможете поровнять чтобы у вас лучше пусть лишняя по краям останется чем у вас будет недостаток он вот к примеру сетку я сюда ставила сетку я хочу кусочки сетки она прям пластиковая знаете это сетка я кусочки этой сетки хочу прям вот по периметру обшить если делать очень густую стежку ваша пицца будет более плоская если вы не хотите добиться более плоского узора но лучше не делать слишком частые стежки так по периметру я обшила слегка волной все находится внутри сейчас я буду более художественно обшивать у меня кружево я хочу его красиво обшить потом я к нему еще вернусь каждому кусочку я видите уделяю внимание а потом уже я рассмотрю как это у меня получилось вот меня не устраивает цветочек спрятался видите всегда можно если вовремя заметить то всегда можно вот так подвигать и все-таки поправить так как вам нужно поэтому конечно не торопиться вот посмотри видите я понадеялась уже на свое умение на свою скорость шитья и думала я сейчас цветочком обошью этот кругленький кружевной цветочек и он там схватится а нужно было сначала его по кругу обшить а уже потом делать по нему и песке теперь я его кругом не могу обшить я его не вижу у меня честно говоря не очень не очень удобно это лапка как я поняла когда я начинала учиться свободноходовой стежке есть цветочек ладно обойду все потом уже а то мне хочется уже на чем-то одном сосредоточиться эта лапка шла какая была машинка у меня мои машинки швейные они предполагают сразу кучу лапок это дорогие машинки у меня но видимо не всегда это оправдано потому что я вижу что мне теперь нужна немного другая лапка можно было бы эту под себя подстроить но честно говоря я почему-то боюсь я боюсь испортить поэтому я лучше поищу так что-то у меня застряло закончилась шпыльки ниточка там было да точно вовремя я это заметила у меня что-то нет она еще не закончилась у меня иногда что-то происходит с автоматическим обрезателем нити поэтому я всегда прислушиваюсь я всегда слышу его на звук и на то как он начинает себя иногда вести ну конечно если учесть сколько лет уже этой машинке и я ее не всегда использую по прямому назначению а иногда все-таки очень сильно ее нагружаю я немного на ней шила чтобы сказать ой я так прям сидела шила всегда я не такая шея я только недавно начала прям так за нее села но я могла себе позволить пошить на ней 10 слоев джинса машинка очень это выносливая но она максимальное количество металлических металлических имеет как это сказать внутри механизмов смотрите что я еще как бы это показать чтоб на чем далеко здесь видно а вот видите полосочки я стараюсь эти полосочки вот если идут по текстуре и мне не нужно определенный там какой-то рисунок рисовать я тогда привязываюсь к тому что я выделяю эти полосочки это потом очень красиво смотрится тогда уже готова ваша конюшечка если на пути встречается цветочек я его обвожу это тренирует ваши руки и ваши навыки даже к тому чтобы потом кто хочет научиться стежки или свободноходовой вышивки я извиняюсь сразу по ходу собираю ниточки чтобы мусор на полу не валялся терпеть его не могу на полу очень много методик в интернете можно поискать именно с названиями там перья еще что-то очень красивые ну я смотрю и стараюсь применять только то что знаете как бы подходит мне я больше смотрю на то как руки ставят как пальцы туда поворачивают как бы сказать и немного смотрю как можно проложить саму эту строчку я не хочу изучать мне честно говоря лень я же всегда говорю что я ну вот так получилось я ленивая барышня поэтому изучать мне лень делать красиво мне хочется поэтому получается как получается видите так здесь толстовато да стюшку лучше делать особенно в пицце поаккуратнее я смотрю я это кружево при берегу для других идей у меня уже я смотрю на это кружево и меня уже родилась идея мое счастье что у меня его много поэтому я так себе позволила использовать больше метра ну они кусочки конечно разрозненные ну их там больше метра там я посчитала где-то четыре с половиной метра ну вот метра полтора я уже видите израсходовала как бы пиццу свою а теперь до меня дошло куда бы можно их использовать свои художественные стежки которую я делаю в панно так как я сама недавно изобрела для себя эту технику естественно теперь буду потихоньку доходить куда что можно использовать какую красоту где мой резачок где мой резачок хочу показать 17 минут наснимала сейчас буду прерываться вот видите я обошла таким образом свое кружево и оно так получается поинтереснее оно выделяется и получается поинтереснее ну основные моменты я наверное показала сейчас я сделаю стежку боюсь что просто такое большое видео не загрузится на youtube большим куском поэтому я сейчас прерываюсь покажу уже именно на этом куске какой он готовый ну и потом дальше продолжим нашу болтушку нашу работу и 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